Немного статистики. К 2023 году изношенность коммунальной инфраструктуры по республике в среднем составляет 60%. По отдельным муниципалитетам картина еще хуже. В Саранске водопроводные сети изношены практически на 90%. Отсюда постоянные аварии и прорывы. Это и есть ответ на два самых распространенных вопросов жителей. Почему вода в кранах то есть, то нет или ржавая? И если качество коммунальных услуг оставляет желать лучшего, почему цифры в платежках растут? Что касается тарифов. Тарифы мы пытаемся максимально сдерживать. Если брать, допустим, тариф для населения городского конкурса Саранск по воде, то он составляет порядка 30 рублей. Понятно, произошел небольшой скачок тарифа. Но в то же время стоит отметить, что экономически обоснованный уровень тарифа составляет 34 рубля, что на 13% выше, чем тариф установлен для населения. В этом случае у нас действуют меры поддержки для организаций, для ресурснабжающих организаций. Это возмещение той разницы между экономически обоснованным уровнем тарифа и тарифом, установленным для населения. В рамках действующего тарифа, который установлен для ресурснабжающих организаций, провести комплексную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры просто не представляется возможным. В рамках прямого эфира Иван Питуров сообщил еще одну важную новость. В 2023 году начнется долгожданная модернизация канализационного коллектора по улице Республиканская в Саранске. Его протяженность – 3,5 километра. Работы начнутся в июле этого года. С наступлением весны в отдельные микрорайоны Саранска возвращается еще одна наболевшая проблема. Неприятный запах уже напомнил о себе жителям Химаша, стоит ли беспокоиться, что ситуация прошлого года повторится. Тогда поисками источника зловония занялась комиссия по вопросам экологической безопасности. Одной из причин назвали очистные сооружения. Их изношенность составила 91%. Запланировано мероприятие у нас по очистке иловых площадок. Это первый момент. Второй – иловые площадки у нас летом обрабатываются микробиологическим препаратом, который также позволяет снизить уровень запаха. Понятно, что для того, чтобы решить этот вопрос в комплексе, необходима полная модернизация очистных сооружений. В рамках первого этапа модернизации, назовем его так, выделено денежное средство в размере 120 миллионов рублей в рамках программы социально-экономического развития. В рамках указанных денежных средств мы планируем поменять аэрационную систему и построить 10 новых иловых площадок. Обслуживание многоквартирных домов – еще одна проблема жителей. Правда, ситуации у всех разные. Затопленные подъезды, плесень в квартирах, протекшие потолки. Отвечая на вопросы, Иван Питуров отметил – это зона ответственности управляющих организаций. Их в качестве подрядчика нанимают сами жители. При выборе управляющей компании и подписании с ней договора необходимо предусматривать в тексте механизмы контроля и последствия выполнения обязательств. Министерство, в свою очередь, в рамках своих полномочий осуществляет контроль по исполнению лицензионных требований управляющих компаний. В случае выявления нарушений управляющей компанией могут наступить последствия в виде предписания либо административного штрафа. В случае, если обслуживание многоквартирных домов вы недовольны, домовладение вправе сменить управляющую компанию. В этом поможет так называемый светофор. В нем отображен рейтинг управляющих компаний сразу по нескольким показателям. Светофор можно найти на официальном сайте администрации городского округа Саранск. Ирина Суконкина, Народные новости.